здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и хочется вам показать как мы немножко отреставрировали броши это колонка водная колонка водокачка она была без кристаллов мы установили кристаллики на нее стала немножко лучше предположительно это не подписанная кора да на интернете где-то регина нашла такую брошь такую же дать датируется на сороковыми годами прошлый век так а это брошь анютаны глазки регина и тут сама пыталась немножко подкрасить и конечно издалека но лучше смотрится когда сильно близко показывай что видно такой места подкрашивания так скажем лаком скрыть будет лучше ну и ириночка сказала покажи пожалуйста фломастеры японские как бы это не реклама она говорит ну кому-то может пригодиться то действительно она неплохо получилось эти карандаши кстати неплохи для рисования на бумаге но сейчас непосредственно мы перейдем к обзору нашей коробочки так и вот я уже достал из коробочки первое изделие это брошь геральдическая два льва держит в лапах щит вероятно так как герб семейный или какой-то богатых людей каких-то я не знаю кому-то мне еще но предназначались на каретах мы встречаем от фильмы смотрим бывают такие герба гербы да тут с обратной стороны я вижу на маркировку это джей би дабл ю очень интересно в первую свежу такую такая иголочка мощная щечками интересно золотом тоне выполнена ну и щит имеет такой рисунок со своим каким-то значением так следующее нас идет брошь котик и с точнее нами кошечка кошка с бантиком на шее великолепным с прекрасным пушистым хвостиком брошь у нас выполнена в серебряном тоне и так она выглядит с обратной стороны без маркировки ух ты брошь дама великолепный воротник у нее прекрасный пушистый шапочка напоминает такие двадцатые тридцатые годы прошлого века бантик брошь судя по всему пластиковая из пластика выполнена место короче на роспись глаза подрисовочка идет такой красивый ведь на шапочке узор и жемчужинки то есть дама очень красиво одета между прочим так брошь выглядит с обратной стороны интересная такая основа обратной стороны посмотрите не просто приклеена иголочка имеется такая вот такой щит своеобразный очень мощно без маркировки очень красиво так следующий у нас идет воротничок мы сюда положим спрячем веточка брошь такую посмотрите у нее очень красиво выполнен узоров основа с узором красиво здесь вписываются цветы цветочек розы и листочки похожи на нефритовые так у нас брошь выглядит с обратной стороны без маркировки так следующее у нас это не брошь я смотрю это клип выполнен в серебряном тоне очень красивый весь в кристаллах в серебряном тоне посмотрите фильгрань такая интересная прорезь так скажем так он выглядит с обратной стороны имеется такой зажим зубчиками без маркировки так что и следующий вот что у нас иголочка такой пин или это не пины иголочка насколько я помню иголочки эти такие шляпные дани как правило но может быть еще для галстуков для воротничков судя по всему очень красиво смотрится цветочки где острие всегда обычно находится такой колпачок для безопасности и так выглядит наше изделие с обратной стороны в золотом тоне без маркировки что-то у нас лучшие друзья ну да наверно и у телефон чтоб общаться сердечки любовь и цветочки дарить да и так брошь выглядит с обратной стороны да имеется маркировка компания джей джей прекрасная считая компания всегда умеет удивить рассмешить своими изделиями следующее что я вытащил это кулончик небольшой абсолютно такой черный даже плохо наверно видно судя по всему это цветочек розы да в центре и вокруг тоже есть по кругу цветы очень красиво кстати выполнено все очень интересная работа между прочим так сейчас что я следующее достану ух ты какой-то человек играет на барабане большом интересная даже не знаю такой восточной одежде какой-то покрыт черной эмалью так выглядит брошь с обратной стороны без маркировки ну скажу вам интересная работа очень не часто встречается такая брошь человек играет на барабане да сюжетная кто это у нас такие ослики или лошадки пони может быть зебра да да точно ты права регина похоже на зебр самое интересное белая зеброчка и темная великолепная пара копытца хвостики грифка ушки смотрите у них золотом тоне брошь небольшая так выглядит с обратной стороны без маркировки так следующее что я сейчас выловлю я не знаю так это у нас браслет да так он открывается закрывается да он был без кабошончик а вот ромбовидного имеется маркировка клейму ну судя по всему я так и не пойму на мексиканское изделие похоже на это так брошь посмотрите цветочек да похоже что брошь выполнена из фарфора интересно не такая рамочка на пыли не такой золотом тоне цветок просто превосходно выполнен красиво так выглядит брошь с обратной стороны ручная роспись видите да ручная роспись интересно очень красиво так следующее у нас идет достал веночек брошь и бантик внизу цветы у нас розы алые красивые и так брошь выглядит с обратной стороны основа у нас имеет такой золотой тон мы видим маркировку от компании эйвен да еще одна маркировка сп дополнительно интересно так следующее смотрю я достал тоже браслет это у нас типа как я смотрю дельфины красиво в серебряном тоне как будто они прыгают в море из моря так скажем и друг друга направлены так красиво очень в полете как будто раз очень красивая задумка в серебряном тоне у нас все выполнено и так выглядит изделие с обратной стороны без маркировки смотрю ты хочешь мне помочь или давай тогда так я так понимаю вот так браслет выглядит на руке красиво все спасибо так а я достану следующее изделие даже не поможет коробочка пудреница скорее всего а духи это да подсказывать не оля это сухие духи ухты как красиво выполнено в овальной форме такой мужчина и женщина одежду у них видно такой восемнадцатый восемнадцатый век выполнено наши изделия в золотом тоне имеется покрытие эмали черного цвета так выглядит коробочка снизу давайте же ее откроем да даже остались сухие духи здесь что-то здесь написано сейчас да сейчас отдам дочки пусть она изучит возьмет увеличительное стекло как ты говоришь эстей лодер эстей лодер вот так вот они делали косметику ну понятно что духи сухие косметика так так что достал здесь кошечки а влюбленная пара сидящая на лавочке очень романтично не могу даже насмотреться сколько красивая брошь как все реалистично выполнено в золотом тоне так брошь выглядит с обратной стороны да имеется маркировка похуже их не стиль действительно и джесси в хорошем состоянии просто да и немножечко дорогие друзья хотел бы вернуться компании стил аудер она была основана в 1946 году они прославились передовыми технологиями и открытиями производили средства по уходу за кожей косметику парфюмерию но а история бренда именно по производству украшений содержащие ароматы началась 1962 году и произведенные в основном в шестидесятых девяностых годах прошлого века украшения стали желанными для любителей и коллекционеров винтажной бижутерии такая вот интересная история да кстати по сей день эта компания и существует спасибо регина за очень интересную информацию что-то нашла ну а мы продолжим о это серьги клипсы точнее да золотом тоне смотрю они блестят так все так ой как бы не поломать сейчас мне регина поможет их вытащить а я нашел вот сердечко такой я бы сказал как похоже на экспортный китай с перегородчатой эмалью кулончик небольшой но с прекрасными цветочками так так регина мне уже тут развязала так сказать их посмотрите очень красиво это как можно сказать такое да как кружочек посмотрите класс и так он разъединяется да их что же это у нас с обратной стороны ну вот эта компания три фаре есть маркировка на крепление и на самой основе изделия очень интересно но мне кажется эта маркировка вот это на основе изделия она уже такая под закат компания уже такая раз как бы до под закрытие но мне такое ощущение очень оригинально выполнено так следующее что я хочу что верни достану да такая интересная брюш флаг америки и я не понимаю в чем это как бы основа похоже на ангелочка что ли не знаю в серебряном тоне основа у нас так она выглядит с обратной стороны имеется маркировка в сердечке посмотрите формы кейси 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 да возможно кинет коль первый раз такую вижу такой дизайн так что я достал по моему то арфа или гусли честно говоря не знаю в серебряном тоне имеются кристаллы багеты все все разного цвета так брошь выглядит с обратной стороны довольно таки прочная видно иголочка крепления такие качественные да так называемые щечки имеется надпись не понимаю что там написано компания что ли ли кто-то что-то интересно так так что я достал следующий это кулончик ух ты какой красивый тоже смотрю геральдика с обратной стороны герб это семейный с лицевой стороны вы посмотрите какой прекрасной красоты кабошон как покрыт таким не знаю покрыли краской как золото блеск золота на деколе довольно массивный такой массивная такая оправа ночь красивая и вот эта обратная сторона интересно очень это доспехи щит так что я достал похоже под дамаскин работа техника так что достал похоже под дамаскин работа техника прекрасная веточка жемчужинка посмотрите я даже подумал сначала что-то как крылья птички такой размах но нет веточка так брошу глядит с обратной стороны клипсы сейчас мне их регинар спутает а я достану следующее ух ты это у нас как бар ой похоже антикварные очень красивый действительно очень красиво выполнена эта основа с такой росписью цветочки на краях оправа сама такая видите зажимает нашу основу в крапаны длинная удлиненная иголочка такое крепление можно назвать ее как эска да я думаю не ошибаюсь брошь антикварная очень красивая это у нас клипсы листочки в золотом тоне имеется брошировка на металле очень похоже на цветок калу калу да да действительно прекрасный цветок кала и вот так они выглядят с обратной стороны без маркировки легкие очень легкие миленькие такие так и следующее что я сейчас достану мне когда регина выходит с комнаты с этой коробочкой мне напоминает программу что где когда когда то выносят в студию черный этот ящик и регина вот идет с этим с этой коробкой ну и сегодня что то и запил и та 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 почему именно сегодня вспомнил эту передачу с этой коробочкой очень было интересно да и кстати это у нас рояль когда-то в обзоре у нас было мы нашли такую тоже как цветочек с августом то есть с месяцем но не было коробочки такое изделие мы нашли а вот как бы полностью в сборе она как я и говорил вот так они всегда идут эти изделия как бы в шкатулочке такой открываем крышечку здесь оказывается у нас брошь пуссеты гвоздики сережки пуссеты у нас тоже маленькие такие рояли и сама вот снова видите да действительно там есть маркировка тарина прекрасный узорчик идет как правило у него все изделия из олова довольно таки интересный интересная задумка у мастера только у него такие изделия в виде шкатулочек так ух ты следующая у нас брошь в золотом тоне имеется иголочка вы посмотрите как я уже говорил так называемые щечки креплений и какая-то не неизвестная мне маркировка в кружочке как копирайт не знаю обратная сторона имеет такую баршировку на металле не знаю что то она о чем то говорит конечно это маркировка судя по иголочке довольно таки изделие винтажное что я сейчас достал что то я не понял бантик а что то и бирочку почему-то бирка осталось ладно рассмотрим ее с бирочкой бант в серебряном тоне весь он усыпан посмотрите кристаллами багетами интересный такой узелочек в серединочке бант воздушный такой я бы сказал реалистичный вы посмотрите с обратной стороны иголочка на всю длину изделия подвесная да имеется маркировка компании Нолан Миллер это очень известная компания произведена она уже в Китае я смотрю прекрасная находка я считаю даже родивое покрытие смотрю очень качественно все сделано Нолан Миллер это очень известный по-моему он модельер да или кто дизайнер там он много делал изделий для Голливуда для актрис для съемок короче очень известная личность а изделия у него просто потрясающие цветы у него яркое все такое насыщенное красивое качественное прекрасный бант я считаю от этой компании на этом дорогие друзья наш обзор подошел к концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч 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 субтитров